Всем респект, братва! С вами Радио 120 ГБ, и это первый выпуск моего новостного подкаста, который я гордо назвал «Подкаст». Начинаем! Прежде чем начать, я вас предупрежу, досмотрите видео до конца, так как самые главные новости я приберег напоследок. А пока поставь лайк, подпишись на канал, ебани в колокольчик, или следующие новости будут про твою мамашу. Королевская битва Apex Legends, стартовавшая две недели назад, бьет все рекорды. Менее чем за две недели количество игроков перевалило за 25 миллионов, а максимальное количество одновременного онлайна достигло 2 миллионов человек. Симулятору пятилетних гомосексуалистов, также известному как Fortnite, подобные цифры в такие короткие сроки только снились. Успех Apex Legends способствовал не только росту акций Electronic Arts, но и увеличению онлайна Titanfall 2. Многие в курсе, что Королевская битва и шутер промехов Титанов связаны не только общими механиками, но и общей вселенной. Всего этого успеха Apex Legends смогла добиться, несмотря на проблемы с серверами на старте и частые вылеты, однако игру планируется дорабатывать и всячески развивать. Согласно заявлению комьюнити Majora Respawn, с момента релиза разработчики забанили уже более 16 тысяч читеров. Кроме того, ходят слухи, что вскоре в игре появятся режимы соло и дуо, хотя, по моему мнению, это будет сложно вписать в командный концепт игры. Короче, от себя добавлю, что несмотря на все грехи Electronic Arts, тут они залетели очень красиво, создав одну из самых динамичных и увлекательных королевских битв. Остается надеяться, что это все не превратится в танцпол со стройкой для пятилетних гомосеков. Кстати, об Epic Games. Многими ожидаемый шутер Metro 2033 Exodus наконец вышел в релиз. К сожалению, он действительно оказался эксклюзивом для Epic Store, магазина компании Epic Games и главного конкурента Steam. Пользователи Steam, сделавшие предзаказ, могут играть в игру спокойно и получат все дополнения, однако те, кто опоздался, могут приобрести игру в Steam только через год. Подобное решение издателя Deep Silver сказалось на оценках предыдущих частей в Steam, да и в обзорах новой части встречаются негативные отзывы от людей, которые хоть и успели сделать предзаказ, все равно недовольны этим решением издателя. Мнения людей по этому поводу разделились. Пока одни орут, что им не нужен еще один лаунчер, а они пойдут на торренты или купят игру через год. Вторые орут, что важна сама игра и похрен с какого лаунчера она запускается. Мы отправили нашего специального корреспондента UDestroy itself, также известного как UDUS, во всемирную столицу игровой индустрии город Истру, чтобы он выяснил, что по этому поводу думают люди на улицах. Здравствуйте, Андрей, вы меня слышите? Здравствуйте, Артем. Мнения людей действительно разделились. Вот что отвечают люди на улицах на вопрос, как вы относитесь к тому, что метро 2033 Exodus не выйдет в Steam в этом году. Да, гандоны вы, короче, гандоны. Это мерзвучие. Это реально мерзвучие. Пошел им в жопу нам. Не покупай. Завяжу и чувствую. Как вы видите, мнения действительно разные, но все сходятся в том, что Ванила Вэл гей. Спасибо большое, Андрей. С последним сложно не согласиться. От себя скажу только, что я из тех, кто предпочитает Steam, но мне не вторых тоже уважаю. Просто в рот я ебал Апик Стор. Мне удалось купить Steam ключ на стороннем сайте, вы можете попробовать поступить так же, однако, скорее всего, ключ от Steam найти будет уже сложно. Как я говорил в самом начале, главную новость я приберег наконец. Братва, с сегодняшнего дня я перехожу на фуллтайм на своем канале. Да, это значит, что я уволился с работы, чтобы заниматься только Ютубом. Расскажу, что еще это значит. На канале чаще начнут появляться видео. Стримы на канале будут проводиться практически ежедневно. Старое расписание больше не действует. Более того, я решил отказаться от расписания полностью, так как оно привязывает меня ко времени и ограничивает в маневрах. Сильно не переживайте, большинство стримов будут проходить в привычное для вас вечернее время, но появятся и дневные стримы. Чтобы не пропускать их, еще раз вам напомню, жмите колокольчик, вступайте к нам в группу ВКонтакте и приходите в наш Дискорд канал. Ссылочки на все это есть в описании. Анонсы стримов я всегда буду делать заранее, чтобы вы были готовы. А сейчас лирическое отступление. На нашем канале донаты всегда были, есть и останутся добровольной поддержкой канала, которая должна идти от души, а не потому что надо. Но, конечно, без вашей помощи совсем мне не обойтись. Все, о чем прошу вас, приходить на стримы, поддерживать канал лайками и звать на него друзей. Если вам понравилось видео, поделитесь им. Если вам нравится стрим, покажите его друзьям, пусть подписываются и присоединяются к нашей братве. Это все, о чем я хотел вас попросить. Спасибо большое, что вы дали мне возможность заниматься тем, чем мне хочется. Жесткий респект и любовь вам, братва. О том, что Ванилла Вэл гей. Блядь, я заебался, да держать! Ой, блядь, гуси уволены.